маршрут рассчитывается рассчитывать поехали да 28 лет представляется старичок какой прицепчик идите в ею мою так и скажу здесь такое неплохое кафе мне понравилось надо иметь ввиду выезжать так это если что перекусить торцы катаколами дойн кого кусочек слушал вкусненького соляночки все как всегда он сейчас на разворот пойдет ему то в обратную сторону просто заезжал здесь что встретиться сейчас говорит на месте на ремонт становится давай андрюх давай шишайкой на месяц горит на ремонт становлюсь они сейчас дороги закрывают завтрашнего числа из понедельника местные поэтому становлюсь на ремонт по ремонтируясь месяцок а там и дороги ты мы тоже самое сейчас пока эти все распустятся сумской вернемся и тоже домой на ремонт поедет михал вадимирь пускай здесь разруливает что-нибудь шутка шутка что нибудь спецепт делать надо все и домой а мы погнали уральский хребет проходить сгая не зная проходит столицу вы и мы полезем в горы как говорил шурик что нам прилетела но прилетела хорошо как не стекло а кортечный поселок какой-то как-то не обращал внимания как и с этой стороны тут какие не бедные не бедные уфимцы здесь проживают а это оренбург на ишимбай вот откуда стерлитомак ишимбай откуда он приехал андрей правильно понимает ну вот вы сами видите и прям певчим представляю что здесь написано же не грузового транспорта через реку белое что там 6 на счетом нельзя ли что я так и не прочитал полностью тупого любой объем ваш не с колонки просто так бы я бы выключил вообще не включал но иногда вот люди едут потом обижаются говорит на те кричали ну это вот некрасиво не ответить и на выйти что делается просто кашу извините если кому-то не вдруг не ответил не потому что не захотел а потому что просто выключена рация иначе к вечеру мозг просто закипит от этого всего чё там полтавни и которые там происходят 99 процентов ненужной ладно 98 а где у нас река белая это вот тот следующий мост башкирии тоже уже снег так это практически весь сошел часто в горах то там будет лежать однозначно плюс 8 потеплело в гофе весна-весна-весна вступает в свои права постепенно тоже какое-то водохранилище рыбаков нет хочу на белое посмотреть сидят не сидят уфа выглядывает она так на бувре получается находится таком столице был один-единственный раз выгружался в самой уфе больше не был вот кроме сидят вон заливчики он тоже много молодцы и красавцы кстати это вот про этого андрея говорил что потом грин свожуца на места еще более красивые тех краях съездим как-нибудь найдем время выберем когда звезды сойдутся все совпадет ну что тут у нас белая такая же она уже и белая правда не на самой реке то уже понятно никого нет на не ужин и не выйдешь но он там вот на на этом на протоке которая на ответвление или как на дублере в общем там какой-то дядька сидел понятно ну все хорош был давно и заниматься погнали в горы все приехали говорят там перед симом ремонт от аша 1898 поворот нашу перед симом ремонты на ремонте чудо там короче авария вот мы и приехали ехали ехали вот мы и приехали когда этот урал проходить ночью только ночью сколько мы сейчас здесь просто им не знает никто когда там что растащит ну как бы вот идут оттуда-то машины там какой-то проезд есть может какой реверс делают но то что тут китров 6 говорят пробка короче а по сейчас 15 по москве час 14 314 по их нему приплыли постояли мы восемь минут всего ну и поехали я тоже думаю если оттуда машины идут если там авария то там ну явно кто-нибудь да приедет там реверс какой-нибудь понятно что сейчас это будет здесь долгая песня будем у так вот труно труно но что делать куда деваться рацию не включаю моя нервная система ее не переживет просто она она не замолкает поэтому но извините чего там делается я не знаю что бы там ни делалось мы вот едем сейчас он опять станем когда опять поедем значит опять поедем но этот извиняюсь трёп слушать постоянный ни о чем может кому-то нравится но я не вставляет без обид но каждого есть свое мнение меня он выбешивает посмотрим когда мы там чё проедем сколько мы здесь времени потеряем у наши сегодня как бы задача основная это пройти урал по идее еще время не позднее по итогу вот потихоньку потихоньку двигаемся чуть-чуть постоим продвинемся чуть-чуть постоим про чтобы стояли наглухо такого нет по обочине пока никто не едет удивительно один тупо у васик проехал и все вот его следы кстати посмотрим сколько мы тут это время не займет но главное не наглухо стоим зато можно речки уральские порассматривать да есть свой плюс вот какая-то река трампшак или трампшак трампшак под порталинами выходят на свет божий трампшак очередная продвижка с этой стороны конечно вылазить не буду вылезем отсюда вон она вон там текет или течет никуда не зайдешь болото болото грязь первый не терпеливая он понесся оттуда так пока особо не рискует но это не москва москеп уже все полетели бы здесь как-то так побаиваются а хочется 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 и колется еще один пошел нервный мы так делать не будем все пошли воло отличие сторону в уфе маленькую не сильно там помята конечно но увезли на эвакуаторе потеря во времени составила час десять аварии все это понятно все это случается все это бывает эта дорога это жизнь не другой вопрос интересует вот когда остановилась но надо по рации послушать еще до сих пор не включал после того ну и да у нас же хватает любителей знающих все знатоков всего и вся до пацаны до становитесь на стоянку да куда уже да там все наглухо да там никто не поедет да вы до вечера там будете стоять зачем вот это вот вот наверно вот здесь и была эта авария я подразумеваю а вот америка стоит скорее всего это вот здесь это все и произошло на ремонте ну да чё вот это вот пальцы веером да вы да какое давая что хватает такого поэтому отгруза это мацугольник я вот терпеть не могу из-за этого пустого трёпа там 95 процентов пустого трёпа по этой рации ну и реклама вернее 95 процентов из этих 95 50 на рекламу 45 на ключе может вот вы представьте больше часа вот так вот я не знаю может кому-то общение не хватает не знаю сумасш можно сойти поползли по цехоньку ксиму вот кто-то сломался наверно на маленькой смотрится какие камушки сюда серьезные такие скалу грызли какие тут булыжнички огонь дай бог чтобы это было последнее затруднение на урале вообще коллега вообще на пассажирском сети ноги на панель забросил этот со стороны челябинская коллега я с поедет и пацаны сейчас появится все там уже растащили сейчас поедет а вот и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 куда он взялся я не знаю сейчас посмотрим а вот он по встречке колейка все продолжается и продолжается катастрофа но и похоже что скоро наша мойка после урала наша мойка примем обычный рабочий вид как выглядят все нашей мойки от нашей чистоты особо ничего не останется но обалдеть тут колеища я уже километров с 10 проехал и конца и края не видать а нам поедете парни поедете дойдет и до вас очередь с этой стороны как-то печальнее может быть у нас там уже до уфы коллега стоит с этой стороны как-то все намного печальнее это продвижка или конец колейки наверное это конец колейки спайка да 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 что сделать это наверно продвижка еще с тех времен когда был реверс у нас от реверс был пока эвакуатор не пришел да это продвижка еще видится даже тоже конца нет пока эвакуатор не пришел маленькую не увез у нас был реверс зачем я вам потом скажу по итогу сколько тут было докуда была колейка он очередной из той же серии в очках короче не знаю уже километров с 15 здесь они еще кусками продвигаются когда реверс был вон там еще один несется навстречу еще один несется навстречу а ну все наверно да все колейка заканчивается ориентировочно километров 16 такая приличная у меня было меньше у меня было наверно километра 4 я не не пойму не все сборки уже больше нет никого вот такая тут засада случилось рация до сих пор выключена сейчас вот кропачевскую стоянку проедем тогда включим попытался в 7 включить понял что это бесполезно всем нормально просвистели без вопросов вот так ивановский район начинается как бы болото смотрится заедет туда в сапогах резиновых вылазить на болото болото а ему уже чумазая чумазы тут конечно не такие какие были но внешний вид уже слегка паблик мой 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 казал хочет выехать обычно газа потом не едет я казал бы едет на право и за мной стал может и обгонит а может и нет что-то чем бар культ 155 километров нам еще уральских гор прошли мы юрзань сейчас вот за юрзанью здесь не знаю но если еще все будет короче димка ехал перед видом тут скорее всего здесь был дтп но такой видность серьезно и скорее всего участвовал не габарит говорит вот сейчас вот речка это как она тут называется забыл название и вот сразу за мостом сельга говорит сейчас будут разрушены эти отбойники но говорит что смотри говорит в лесу нет нет тут не разрушены отбойники говорит где-то не знаю короче тут говорит болванка она такая должна лежать наверно тун 25 может каких но я не думаю что они уже успели отбойники восстановить он вчера ехал говорит говорит от себя с левой стороны будет и там говорит в лесу лежать болванка которая складывала говорит она там сосны не знаю я лично ничего не вижу а нет есть 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 вот видите он какая катушка лежит огромная вот это да это вот сопровождающий вон она лежит вы представляете когда она так катилась там такая хреновина скорость не заметить толком но там такая хреновина это вот хорошо что она покатилась в лес извини братан нету мне места здесь тебе пропусти дальше ну там она дано весит ну как может быть тонн 30 нет ну двадцатку тот точно весит вот представьте себе такая вот штука покатилась прям по дороге да не дай бог ну вот раз парни здесь вот эти которые сопровождение машина прикрытия сопровождение это точно значит не габарит участвовал в дтп ну а мы дальше очередную горку кого то уперлись ай красиво как гора впереди снежная а и и и и и и 50 и и и крутоватый садка юризон мяс на этом наш урал закончится 140 метров а там и 40 . 40 чебуркуля уже этом уже слезет на трассе находится грузовик она по столбам бьет на спуске ебанутая блядь без комментариев сгоняемся гора впереди это не гора подъемчик маша это про тебя что зацепились уже зацепились мы видим внимание Аэрия аэрия в фазу фаза м по телефону м м мы видим по телефону в голове р У меня было вопросов, никаких не было, просто она ехала, ехала передо мной, ёбнула лупарку, я её обходить, она с этого скрипиша, с лупарки, телефон включает, начинает пиздеть, ёб твою мать, ну ладно, вообще, хотя буду ждать, что у неё в салоне есть, без грузовиков под стопом, ёбашечка, афусть, ясно оттуда делал, блять. Хорошее ж колесо, чего оно выстрелило, скажите мне, вот только что. Эх, 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 так, запаска прицепная с той стороны, это ж хорошее колесо было. Короче, оно выстрелило. Блин, куда б тут сползти куда-нибудь. Не хочется, что тут, в принципе, там то, что запаска с той стороны, так-то можно было бы и здесь поменять. Потихонечку, сейчас посмотрю, до какого-нибудь там перекрёстка доползу. Ну что, и будем ставить колёсико, менять. Хорошее ж колесо, неожиданно, какое колесо выстрелило, ничего себе. В общем, сейчас потихонечку, чтобы не стоять на обочине. Даже сейчас регистратор выключу. Наверное, звук выстрела вам будет слышен, как колесо выстрела. Хорошо, что среднее. Но почему именно вот это? Там хорошая резина была. Рвануло. Сейчас потихоньку залезу. Там вроде как впереди я видел какой-то кармашек, навигатор нарисовал. Чтобы на дороге не стоять. У меня просто запаска с этой стороны, прицепная. Тягачёвская с этой, а прицепная с левой. Стрёмно запаску там снимать, крутить на дороге. Надо попытаться убраться по максимуму. Поэтому вот потихонечку сейчас доползу наверх. Там вот наверху вроде было что-то. Будем менять запаску, ставить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, какой дружбан пробежал. За полчаса добрался вот до кафешки потихонечку. Три километра в час. Ну, тут-то чё. Вот он. Вот она причина, почему она взорвалась. Вот она подняла вот этого вот красавца сюда. Вот он, видите, вот такого болта я себе загнал. Вот он. И вот поэтому она рванула. Вот и всё, вся причина. Рабочий момент. Всё, переоделся. Достаем шансы в инструмент. Погнали. Сейчас эту мясорубку. Мясорубку. Домкрат. И будем крутить гайки. А не только руль. Так, всё. Мясорубкой их посрывал. Что ж, не скрываешься. А не спец обложил неправильно, да? Всё верно. Песорубка нам не надо. Сейчас мы его откручиваем. Потом подставляем домкрат. Вот вещь. Вещь необходимая. Ставим домкрат. Снимаем. Ну и что? Ставим вот это. Ну, что делать? Видите, какое оно подгулявшее совсем. Совсем ненадёжное. Всё. Все гайки откручены, кроме одной. Домкрат стоит. Сейчас мы его подушками вывесим. Чтобы домкратом не маслать. Сейчас мы его поднимем подушками. Возможно, придётся завести, наверное. Что там у нас с воздухом не знают. Сейчас посмотрим. Если вывесит. Должна, по идее. Кран. Спускать в воздух. Ну, поднимать прицеп. Спускать в подушки. Надувать. Сейчас мы надуваем. Видите, не вытягивается. Кряхтит. Тяжело. Понятно. Двадцатка загружена. Надо вывешивать хорошо. Думаю, что, наверное, надо пойти завести. Ей воздуха не хватает. Сейчас мы её заведем. Надеюсь, что там попасть не могу. Давай, давай. Поднимай, поднимай. Надо. Что сделать? Не, ну мало-мало. Надо ещё. Поднимай, поднимай. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Так... Все! Все! Домкрат! Ставим сейчас прицеп в транспортное положение! Он сейчас сам встанет! Собираем инструмент! Складываем его аккуратненько на место! А не бросаем в палетник! А вы как! Моемся! Добро пожаловать в Казахстан! Ну и что? Будем думать дальше! Что делать? Куда поедем? Докуда? Так... О! Надо же нас! Романтик свет включить! Ну и что? 1 час 36! Полтора часа! 6 минуты! Это я тут! Регистратору надо подключить! Перекачал! С регистратора! Момент выстрела! Мозаику убрали! Вот! Вот вам получается, да? Загадывал! Доеду туда! Доеду сюда! Никогда нельзя на этой работе что-то загадывать! Вот на ровном месте хорошее колесо! Которому еще бегать этому колесу и бегать! 1200! Если не больше! Влез вот такой вот! Засранец! И все! Все передние колеса, они не стреляют! Стреляют либо среднее, либо заднее! Переднее колесо оно подымает! И потом аккуратненько влетает в среднее или в заднее! Вот видите! Передним колесом поднял! Средним вот получается! Он в самый краешек! Чуть-чуть! Буквально! Вот сантиметр бы правее! И он бы не зашел! А так он вошел! И падла через бочину вышел! Пробив бок и все! При этом и после этого сбоку взрыв произошел! Тут же! Вот такая вот у нас случилась и вся казия! Жалко! Колесо жалко! Не то что тут полтора часа колеса крутил! Если бы у меня выстрелила вот эта моя лысая, которая на запаску поставил! Да и хрен с ним! Оно все равно уже на мусорку! А так колесо! Я говорю ему еще ходить и ходить этому колесу! Вот! Что по времени? У нас сейчас уже полдевятого! Ну понятно, что уже ни о какой челябинской объездной речи быть не может! Златоуссадка! Я вот хрен его знает! Ну наверное до этого я поеду! Попробую проехать до этого самого! До Чебургуля! До той стоянки! Сторонки которая! Тут наверное авария была! Видится только будка осталась! Короче наверное еду до Чебургуля! Сейчас подумаю! Посмотрю! Урал все таки надо пройти сегодня! Смотрим за какую тут разметку забацали! Видится как тут все четко! Прямо как это! Как взлетная полоса! В этом! Там где самолеты садятся! Да! Видели как все красиво! Обалдеть! Все! Слезли мы с гор! Осталось сейчас только свернуть Чебургуль! Сегодня наш рабочий день закончен! Уже время 11 час! Хватит! Все! Поехали в Чебургуль! Все! Поехали в Чебургуль! Ну и плюс! Еще минут 40 ехал! До этой стояночки! Все таки правильно сделал! Что на дороге не встал! Да ну и в баню! Все летят! Я пока ехал! Мне два раза чуть зеркало не снесли! Там пол машины было по обочине! Пошло по полосе! Была еще одна полоса! И два раза чуть! В задницу не прилетели! Несутся же все! Один по первой! Другой по второй! И все! И не уступают! А плюс нужно было запаску снимать! С левой стороны! С кем-нибудь бы и поехал бы! На капоте в Челябинск! У нас так парнишка погиб! В бывшей фирме в Австрии! В следующем повороте! Поверните направо! Правда он колесо менял с левой стороны! Он все! На автобане съехал на бочину! В жилетке! Обгородил там знаки! Все! Выставил все! И это самое! Короче его! Турак снес! Насмерть! Он со стажером был прямо на глазах стажера! Стажер после этого! В шоке был в таком что! По-моему даже не смог сам! Пришлось еще водителя высылать! Стажер отказался ехать! Через 100 метров плавно поверните направо! Затем поверните направо! А я сюда вот! На этот! Где этот лукойл! Я сюда ехал здесь ночевал! Через 50 метров поверните направо! Поедем спать! Хватит! Прохите! Двенадцать километров! Правда я не знаю! Тут-то две сплошные! Тут-то заезда нет! Но вот здесь! Наверное есть! Здесь есть! Вот так вот у нас сегодня! Денек получился такой интересный! Насыщенный! Опять! Накаркал с утра! Видите! То мне не надо! Это! Не туда не надо! Ничего! Мы сегодня поработаем! Там все! По итогу! Без шиномонтажа не обошлось! Ой! 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 Я даже знаю как становиться! Меня тут хозяин ставил! А когда у меня ставил здесь еще снег лежал! И тут спать удобно головой в ней головой наверх получается! все равняемся и на сегодня финита ля комедия все равняемся и на сегодняшний день Забор никакой не снести здесь. Вот. Все. Продолжение следует.